Юные воровки попали в объектив камеры видеонаблюдения в одном из магазинов МИАСа. Предположительно, они стащили мороженое. Как это было, покажем прямо сейчас. Судя по этой съемке, сначала в торговый зал зашла одна девочка и остановилась около холодильника. Затем ушла, но ненадолго вернулась уже с подружкой. В итоге, изучив ассортимент, взяли пару упаковок и убежали. Продавецы явно такого не ожидала. В погоню уже не бросилась. В МИАСе женщина стащила из магазина огромный чупа-чупс. Автор поста говорит, что женщина была в возрасте. Стоимость большого леденца чуть больше тысячи рублей. Две жительницы Южноурайска украли цветы с клумбы возле своей работы. Трудятся нарушительницы в кафе возле здания местной администрации. Ее сотрудники обратились в полицию и предоставили кадры с камеры видеонаблюдения, с помощью которых и нашли воровок. Ими оказались девушки 23 и 19 лет. Зачем им понадобились зеленые насаждения, не сообщается. Долго копался, в итоге сломал. В Челябинске трое мужчин испортили декоративное дерево. Это запись с камеры видеонаблюдения одного из магазинов по улице Свободы. Три челябинца варварски сломали куст декоративного растения. Впрочем, заявление в полицию уже написано и хулиганов ищут. В Магнитогорске женщина украла декоративный овощ. Правда, ее завышенные требования не совпали с реальностью. Первая тыква оказалась дамочке не по силам, да и пакет был мал. Но воровка была настойчива и выбрала тыковку поменьше. Владелица магазина не понимает, зачем женщине красть декоративный овощ. В поселке Роза украли велосипед. В полиции Коркина сообщили, что заявление по факту кражи уже зарегистрировано, на место выезжали сотрудники. Теперь воров ищут, им грозит статья. В Чебаркуле 55-летний мужчина похитил электросамокат за 62 тысячи рублей, чтобы потом его продать. Но его нашли. Оказалось, что транспорт был подключен к системе слежения. И воры быстро определили местоположение.